Как рота сплоченных солдат, буквы строчка за строчкой превращаются в свежую прессу. Как рождаются газеты, старшеклассники средней школы номер 3 поселка Витязева знают точно. 8 лет назад в декабре вышел первый номер газеты «Школьное эхо». Школьники примерили на себя непростую профессию. Ева Харлампиду стала наборщиком, парфеноскориде – фотокорреспондентом и аналитиком. Корреспондентов здесь ласково называют «школьное ухо». Заметки и статьи о школьной жизни в ветеранах поселка, односельчанах, спортивных и культурных событиях, первые литературные опыты наполнили газетные полосы. Тысячу экземпляров разбирают быстро. Сегодня мини-редакция обсуждает готовый номер и планирует следующий. Десятиклассник Айк Петросян считает, что журналист – личность любопытная. Без них было бы скучно. Восхищаюсь, потому что журналисты – это как бы… Не каждый может стать журналистом, потому что журналисты – это очень смелые люди в своем роде, очень экстремальные, потому что люди рискуют своей жизнью, доносят людям информацию, которая нужна, в горячих точках бывают, в Украине. Журналист несет ответственность за каждое слово. Парфейна Аскариди любит писать о прошлом и интересных людях. Может быть, в будущем станет известным журналистом. Меня очень восхищают журналисты, корреспонденты военных времен. Ну, допустим, Константин Симонов. Мне вот настолько это интересно, потому что люди вот в то время, они настолько ждали различных газет, каких информаций. Это настолько их мотивировало, давало силы на победу. Главный редактор газеты Лидия Чапурова стремится научить ребят видеть и рассказывать интересное. Жить активно. Чисто случайно я узнала, что в Цибановой балке есть газета «Приморка» и сразу же сделала, чтобы у нас было школьное эхо. Школьное эхо готово звучать. Номер отправляется в печать. В типографии кипит работа. Свежие пачки завтрашних анапских газет готовы уже сегодня. Станки еще не успели остыть. Смена только что отпечатала «Черноморку». Газета выходит в свет с 2001 года. Печатная периодика в Анапе – это 8 газет и журнал. Старейшая газета «Анапская Черноморья» выходит с февраля 1918 года. В 90-м году вышел первый номер газеты «Анапа». Позже издание «Все для вас», «Анапа», «Ваша газета», «Твой успех», «Ваша удача». Самая молодая газета «Статус плюс Анапа». В Благовещенской, Витязевской и Цибанобальской школах юнкоры выпускают свои школьные газеты. Общий разовый тираж анапских изданий сегодня 80 тысяч экземпляров. У каждой профессии запах особый. Журналист пахнет зряцем, свежей типографской краской и чужими судьбами. Каждую историю нужно пропустить через себя. Тысячи таких историй прошли перед глазами старейшего газетчика-курорта Василия Ткаченко. 94 года назад он родился как раз в день российской прессы. Глава Анапы Сергей Сергеев уверен, именно журналисты задают нравственные ориентиры. К работникам средств массовой информации открыт. Он умеет удивить журналистов. Вместо привычных вопросов-ответов на пресс-конференции в декабре показал журналистам новации в сфере ЖКХ. Сергей Сергеев поздравил работников СМИ и полиграфии, ветеранов отрасли с профессиональным праздником. Пожелал воплощения самых смелых творческих замыслов, доверия подписчиков «Острого пера» и благодарных читателей.